Я думаю, во-первых, Россия до конца не бросит идея, скорее, такая замораживание вот этого статуса КО. То есть то, что добыто ополченцами, оно так останется. Не дадут это отобрать, иначе будут огромные, будут имиджевые потери в самой Российской Федерации. И для руководителя государства, и для многих других. Ведь Донецкая область вся целиком, вот в 2013 году был опрос, то есть еще при той старой власти, украинской власти, себя назвали, назвали свой русский язык родным 94%. Вот почему нужно измерять ситуацию. Не по паспорту, когда человек мог назвать себя кем угодно. У нас же ничего не требовалось особенного для этого, да? Назвался и назвался вот ты. А вот по реальности, а реальность 94%. Луганская область, я помню наизусть, потому что это очень интересно, 89%. Это при старом украинском режиме, когда никто никого не заставлял. Поэтому это русские пространства, так же, как и Крым, где всегда было подавляющее большинство населений, просто русские, говорящие по-русски. Так же, как и Одесская область. Это все русские колонии Украины. Я понимаю, что мы следили выше.